добрый день дорогие друзья вы на канале альтернативного блога видения с вами андрей курейчик как всегда спасибо всем кто смотрит это видео мы возрождаем традицию делать небольшие ролики в течение дня которые назвал реплики по отношению к самым важным темам которые потом мы можем уже в другом более спокойном режиме обсудить вечерних стримах первая моя реплика была посвящена теме национальной идеи белорусов действительно действительно сложный вопрос вы дали на него огромное количество своих версий ответов спасибо вам за это мы это обсудили и будем обсуждать дальше а вот вторая реплика посвящена второму краеугольному камню который на который мы наткнулись и пока не можем сдвинуть это тем политического лидерства белоруссии политического лидерства я напомню что значит мы 30 лет уже находимся в кризисе политического лидерства мне так кажется потому что в девяносто четвертом году мы сделали ошибочный выбор мы надеялись на то что вот как бы президентская республика конституция девяносто четвертого года которая давала ну почти неограниченные полномочия президенту и создавала вот такую как бы единоличную власть в стране может привести нас к неким быстрым переменам и быстрым реформам вместо этого александр лукашенко установил режим личной власти и привел страну фактически к войне то есть вот-вот белорусские ребята могут оказаться трупами на украинских полях с беларусь летят ракеты стране установлена тоталитарная диктатура уничтожены свободы права огромное количество людей сидят в тюрьмах экономически мы так и не достигли 500 долларов за 30 лет и далеко отстали от всех своих соседей и вот это вот как бы этот мачизм привел лишь к установлению личной диктатуры а не процветанию народа и государства двадцатом году мы получили совершенно иной вариант политического лидерства и это удивительно потому что когда традиционные политические лидеры они смогли вступить в избирательную кампанию всерьез потому что были или посажены как виктор бабарика и сергей тихановский либо уехали как валерий цепкало на политической арене появился абсолютно удивительный вариант политического лидерства коллективное политическое лидерство Троица замечательных женщин, Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова, а также концепция, что каждый белорус это лидер и действие каждого белоруса важно. Их роль была не столько вести, указывать, принимать решения, сколько вдохновлять. И им это блестяще удалось. Белорусы сделали свой выбор 9 августа и впервые за все эти годы Лукашенко электоральный пол проиграл. Но оказалось, что потом защитить эту победу в условиях такого коллективного лидерства было невозможно. То есть, когда против тебя централизованная система, армейски выстроенная система, вот это ощущение, что каждый делает что-то и за счет этого выигрывают все, что вот эта огромная масса людей сможет проявить свою единую волю и эту волю реализовать, ну мы видим практику. Оказалось, что так не работает. И после выборов, в то время как фактически эта троица была разбита, оказалось, что Мария в тюрьме, Вероника и Светлана уехали в разные стороны, все перестало работать. Все перестало работать. Спустя два года мы находимся на пороге, видимо, какого-то нового решения относительно политического лидерства в Беларуси и для белорусов. То есть, Светлана, хотя и, конечно, обладает огромным преимуществом по отношению ко всем остальным политикам, то есть, прежде всего, легитимностью выборов 20-го года, тем не менее, подвергается серьезной критике со всех сторон за отсутствие, собственно, вот этого лидерства как такового. Потому что, объявив себя национальным лидером, и она это сделала много раз, и во всех разных документах об этом говорится, тем не менее, мы видим, что результат этого лидерства пока невелик. В чем невелик? Внутри Беларуси усилены репрессии, посажены еще больше людей, никто не выпущен. Снаружи Беларуси мы наблюдаем дрязги, политические дрязги разных политических групп. И вот сейчас наметились уже прям такие краугольные расколы демократических сил. То есть, от былого такого действительного единства не осталось ничего. Потом начало разрушаться даже формальное единство, даже номинальное единство. И есть глубокое ощущение неудовлетворенности у огромного количества людей и активистов. И в этой ситуации снова встает вопрос, кто может стать той фигурой, которая качественно поменяет эту ситуацию. Которая или будет способна объединить белорусское общество, белорусский политикум, или будет способна создать такую систему, где разные вот эти политики и лидеры почувствуют себя достаточно комфортно, чтобы работать сообща на единую цель. Может ли это быть Светлана Тихановская? Мы понимаем, что для этого надо обладать действительно серьезным набором не просто даже политического опыта, а именно личных лидерских качеств. Способности к коммуникациям, способности принимать решения, способности простраивать, предвидеть ситуацию, и не связываться с плохими людьми, собирать хороших людей, и в общем при этом вдохновлять действительно к серьезным шагам и действиям. Сами оценивайте, давайте это обсудим, пишите это в комментариях, насколько вот личные качества тут важны, потому что у Светланы есть потрясающие козыри, которых нет у других. Это действительно какая-то внутренняя искренность, честность и вот эта настоящесть. С другой стороны, лидерские качества, такие как решительность, способность рисковать, готовность к каким-то, понимаете, нестандартным действиям. Тут разные мнения. Вокруг нее целый ряд политиков, которые тоже претендуют, тоже находятся в претензии на политическое лидерство. Вы их всех знаете, мы про всех про них говорили. Но никто из них не обладает, что ли, карт-бланшем в отношении белорусского общества. Каждый из них имеет только небольшую электоральную поддержку. Возможно ли в нашей ситуации сейчас какое-то коллективное лидерство? Давайте это тоже обсудим на большом стриме, а вы напишите об этом в комментарии. Как вообще вы видите лидера? Я вот для примера хочу привести Владимира Зеленского. До войны, вы знаете, что его очень сильно критиковали, и вообще он рассматривался как такая слабая фигура, пророссийский политик, который даже не политик, а актер, клоун, человек, который, в общем, очевидно, как бы слаб на фоне тех мастодонтов, которые были вокруг него. Когда началась война, критическая ситуация, мы увидели другого человека. Мы увидели смелого, бескомпромиссного, серьезного, требовательного, очень конкретного политика, который добивается конкретных целей, а именно, где надо наносить поражение, где надо спорить жесточайше с самыми-самыми опытными, крутыми и авторитетными политиками. Человек, который в лицо говорит людям то, что он думает, человек, который собирает очень мощную команду, человек, который доверяет другим людям, не лезет в дела армии, там, где не надо лезть, не лезет в дела дипломатии, там, где не надо лезть, а занимается своим делом и вообще построил очень мощную систему обороны, даже несмотря на очень ограниченные ресурсы. Человек со стратегическим мышлением, человек с патриотическим мышлением, Вот такой перевертыш вроде как снимался в российском кино, КВН и рекламных роликах. Играл, извините меня, членом на рояле, а сейчас поставил раком Владимира Путина, диктатора крупнейшей державы. Вот это в условиях войны. Это, на мой взгляд, сейчас второй краеугольный вопрос после национальной идеи. Кризис лидерства пора заканчивать. Кризис лидерства должен быть преодолен, иначе мы не сможем добиться успеха в наших целях. Как это сделать? Пишите, пожалуйста, в ваших комментариях. Подписывайтесь на альтернативное блоговидение, и вы сами видите, что вы можете помогать украинской армии. Это был Андрей Куреевич, реплика номер два. Всем пока, до встречи на стриме.